Привет, я Олеся Медведева, это новый Ясно Понятно блог на канале Страна Юэ, настоящий Ясно Понятно блог, а не какая-нибудь там диванная аналитика. Это видео будет касаться антирекордов по заболеваемости коронавирусом. Знаю, что многие из вас не верят в коронавирус, считают его выдуманным или не таким опасным, но тем не менее пандемия коронавируса влияет на жизнь каждого человека в нашей стране. Сегодня у нас новый антирекорд по заболеваемости, почти 1000 человек за сутки, за июнь месяц было у нас 6 таких антирекордов и с каждым днем все больше и больше. Я предлагаю разобраться, с чем это связано, какая у этого всего математика и что же будет дальше с карантином, будут ли его ужесточать, до какого числа, какого месяца его будут продлять. Во всем этом будет разбираться, смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Чем больше проводят тестов, тем больше официальная статистика показывает заболевших коронавирусом. Но давайте к математике тестов. Если 1 июня было сделано 363 187 тестов ПЦР, то по состоянию на 19 июня их уже 542 247, то есть в среднем за эти 19 дней делалось 9500 тестов в сутки. Давайте сравним эти данные с аналогичным количеством дней в мае месяце. Известно, что на 8 мая ПЦР тестов было сделано 159 155, а на 26 мая их уже было 301 736, то есть в среднем 7500 тестов в сутки. То есть, таким образом, рост количества тестов от мая до июня составил 21%. Было 7500, стало 9500 в сутки. А теперь как это коррелируется с числом заболевших коронавирусом? В июне новых случаев стало 10 972, а за аналогичный период в мае 7 389, то есть число новых больных выросло на 32%. Из этого следует, что увеличение тестирования является главной, но не единственной причиной роста заболеваемости коронавирусом. Если мы возьмем статистику только за июнь, мы увидим с вами две закономерности. Первый момент. Больше тестов, больше больных. Два последних антирекорда были поставлены на увеличенном количестве тестов. За последние два дня их было сделано почти по 12 тысяч в сутки. Это максимум. Раньше столько тестов не делали. Соответственно, в те же дни, а именно 18 и 19 июня, были поставлены самые высокие антирекорды. Вчера был огромный показатель, сегодня он еще больше. Дальше. Второй момент. Это рост заболевших и без числа увеличения тестов. Если с 1 по 7 июня выявленных больных было в районе 4-5% от протестированных, то с 8 по 14 июня их уже более 6, а с 15 по 19 июня 7-8%. То есть, если в среднем выявляемость посредством тестов коронавируса у людей была в районе 5%, а к середине месяца она стала в районе 7%, то мы имеем прирост заболевших вне зависимости от тестирования где-то в 28%. Если наглядно представить динамику болезни, она примерно выглядит вот как в этой табличке. Давайте все-таки разбираться, в чем причины роста. Мы сейчас не берем в расчет тот момент, есть коронавирус, нет коронавируса. Верите вы в него или нет. Мы сейчас говорим о голой статистике и о том, как она будет и влияет уже на нашу с вами жизнь. Итак, очевидно, что увеличение количества заболевших в том числе связано и с смягчением карантина. Люди ездят в транспорте, люди встречаются со своими знакомыми. Я нахожусь в Одессе здесь вообще. Все ходят без масок, только персонал в каких-то магазинах на бороду себе их цепляет. И все, вот так это выглядит. Ночные клубы работают, пляжные клубы работают, люди ходят в офисы. Вот так. Это закономерно вызвало рост заболевших. И результат такой был, в принципе, весьма прогнозируемый. Тем более, что власти начали выходить с карантина не по медицинским показателям, а по социально-экономической необходимости, чтобы не допустить катастрофического роста безработицы в стране. И с этой целью тоже ввели адаптивный карантин, чтобы чиновники на местах несли ответственность за людей, а центр с себя максимально снял вообще любую какую-то ответственность. И поскольку болезнь еще не пошла на спад, а количество социальных контактов между людьми выросло, выросло и количество новых заразившихся. Опять же таки, Минздрав нарастил 20% по тестированию. Тестов стали делать больше. Опять же таки, стали выявлять новых зараженных коронавирусом. Они не обязательно должны там очень сильно болеть, просто они являются носителями этого вируса. Вот и все. Правда, мозг, конечно, они там очень хитрые и стараются подать это все так, мол, тесты здесь ни при чем. Все дело в украинцах, которые не соблюдают карантин. Все это на их ответственности. Украинцы дико безответственные люди. Все мы перепутали смягчение карантинных мероприятий с полной отменой ограничений. Полностью пренебрегаем рекомендациями Министерства здравоохранения. Соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками, использование масок – это первое. Во-вторых, мы видим определенные вспышки в отдельных населенных пунктах. В том числе, они связаны с проведением тех или иных праздников. Опять же, с несоблюдением карантинных ограничений, заявлял 16 мая глава Минздрава Максим Степанов. В то же время, власть никаким образом в расчет не берет, что увеличилось количество все-таки тестирований. И это непосредственно влияет на результаты и статистики. И понятно, почему власти невыгодно об этом говорить и невыгодно это признавать. Потому что тогда станет понятно всем, и они это признают, что они на самом деле не владеют ситуацией. И не знают полную картину заболеваемости, хотя постоянно говорят, что у них все под контролем. Но это не так. Тогда возникает вопрос, а что дальше будет с карантином? Кабмин уже продлил адаптивный карантин до 31 июля месяца и ужесточил критерии выхода из него. По ним, по этим критериям, ужесточенным многие области Украины не смогут ослабить карантин. А некоторые меры им даже придется ужесточить. Правда, есть, конечно, сомнения, что местные власти пойдут на эти новые какие-то карантинные дополнительные ограничения. Ведь страдает и бизнес, и всякие остальные сферы, тем более на носу местные выборы. И местные чиновники и политики не сильно захотят злить жителей своих регионов. И действительно, если снова ограничат перевозки или закроют их вообще, или кафе закроют, магазины, то малый бизнес этот окончательно просто разорится, а никто не выделяет, опять же таки, деньги на его поддержку. И, конечно, никому не нужны новые бунты, акции, протесты по этому поводу. Тем более, что сами центральные власти, несмотря на рост количества заболевших, открывают то международные авиаперевозки, то еще делают какие-то послабления. И люди не понимают логику всю эту, есть ли она здесь. Очевидно, что возвращаться на жесткий вариант карантина хочет лишь Минздрав. Остальные же Кабмин и население будут нести только убытки. Поэтому на многие нарушения как закрывали, так и будут закрывать глаза. Или, как в Одессе, просто положат на этот карантин и все. При этом, конечно же, не исключено, что если рост начнется в геометрической прогрессии, то карантинные меры уже серьезно будут ужесточаться. Но я очень надеюсь на то, что до этого не дойдет. Вот так вот, друзья, как говорил классик, вот такие вот у нас пироги с коронавирусом, с этим. Сколько можно уже, если честно. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.юэ. Не забывайте подписываться на наш канал, делиться своим мнением в комментариях под этим видео. И делиться нашими выпусками со своими друзьями и знакомыми. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Политика Страны. Там самая оперативная информация по самым важным и главным событиям, которые происходят в Украине каждый день. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!